здравствуйте сегодня будет мастер-класс для совсем начинающих соберем легкое элегантное украшение на тросики но до этого я хочу вам показать я решила поучаствовать во флешмобе который объявила на ума лилия флешмоб бусы на выброс хочу показать вам что у меня получилось у меня были акриловые бусинки под жемчуг вот такие вот маленькие такие бусинки под жемчуг и они у меня очень долго лежали к ним у каждый раз под собирались какие-то еще бусинки поменьше и лежали и лежали вот такие бусинки у меня там появились еще и еще такая бусинка одна появилась и я решила собрать из них украшения фурнитуру всю покрыла цапан лаком потому что иначе она ржавеет вот такое вот многорядное легкое летнее украшение собрала из китайского бисера и вот этих бусинок на выброс они вот так получились как жемчуг киши они смотрятся есть у меня тут несколько вот шариков таких тоже все что было собрала такое украшение и у меня еще остались такие бусинки но я уже не стала все сюда вставлять а были у меня еще несколько вот таких бусинок и и вот я собрала такой браслетик которым можно удлинять вот это украшение потому что это украшение под шею прямо получилось а если вставлять вот такой браслетик вот так сюда вот его подсоединить то может получиться удлинение вот этого украшения и еще собрала браслетик на memory проволоки я в последнее время люблю ее у меня оставались вот такие бусинки кругленькие небольшие акриловые такие и вот я собрала такой браслетик который сюда очень подходит к этому украшению и этот браслетик можно в принципе носить с ним смотрите вот такой комплектик получается из бусинок на выброс здесь я сделала всякие весюлечки тоже из всяких бусинок у меня были так вот в этой баночке вот такое вот я придумала а теперь мастер-класс будем делать вот такой чокер давно у меня лежат вот такие гематитовые бусинки длинные я купила их думала что они магнитные хотела вот такую магнитное длинное украшение мне нравится играться украшением на шее и когда такие длинные бусинки магнитные они как бы примагничиваются друг другу интересно смотрятся и купила совсем недавно показывала в распаковке это написано black dot jasper но вот по виду эти камешки очень красивая и резация если когда начал ими работать я увидела видите там есть такая резация у них и вот вот это пол ниточки у меня осталось после того что я собрала уже одну ниточку этого украшения хочу сказать вам как раз сегодня я увидела видео как собирать украшение я собирала на таких вот колотах для шариковой цепочки они сюда очень хорошо подошли и я увидела сегодня видео как собирать вот такие украшения чтобы зазоров между бусинками не было можете посмотреть я вам ссылку оставлю для него что мне нужно для этого украшения мне нужен тросик мне нужно всего пять колечек вот такие у меня толстые колечки 6 на 1 тоже недавно показываем их распаковки мне нужен замочек конечно же карабинчик мне нужны крем п 4 штуки вот такие колоты это колоты для шариковой цепочки в цвете gun black тоже у меня было видео про шариковую цепочку я оставлю ссылку и там я показываю эти колоты и даю с и вот такая цепочка gun black тоже для удлинения и конечно же укровные бусинки причем укровные бусинки можно 4 а можно 2 зависимости от того как у вас получится украшение какое расстояние между бусинками будет иногда вот здесь получается большое расстояние тогда можно укромной бусинкой немножко отрегулировать видите вот такой рапорт я сделала гематит 3 бусинки мне кажется что очень красиво элегантно смотрится это украшение поэтому будем собирать собирая очень просто я всегда начинаю собирать с центра потому что так мы видим точно сколько бусинок у нас есть я примерно разделила пополам у меня в общем то разделенные уже бусинки все все количество я знаю но все равно я хочу чтобы в центре у меня были три бусинки поэтому это важно я начинаю сначала нанизывать центральную часть я нанизала три бусинки потом с двух сторон сделаю бусинки гематита их можно уже выкинуть с лески потому что я их всех буду использовать они очень нежные красиво это по моему 6 на я не знаю мне написан размер к сожалению сейчас я посмотрю скажу вам какой это размер точно вот так видите эти длинненькие бусинки они вот здесь вот со скругленным краем и очень хорошо прилегать к бусинам не надо никаких там дополнений делать уже я в принципе для себя вот приготовила такие мелкие мелкие гематитовые бусинки цвета тоже gun black но они мне не пригодятся сейчас я померяю размер этой бусинки здесь у нас получается восемь на два 8 на 2 это бусинка имеет гематита очень красиво и продолжаем также собирать с двух сторон опять же отпущу все бусинки чтобы у меня уже все было перед глазами и продолжая собирать три с одной стороны могу собрать несколько рапортов как бы с одной стороны мне важно очень чтобы у меня центральная получилось и гематит теперь я беру другую часть немножко дольше получается я в принципе держу это так в руке оба края и собираю как будто бы нанизываю на один край можно было бусинки с нитки не снимать и сразу тогда по три бусинки снимать с нитки и одевать но я уже их сняла хотя я обычно не снимаю снимаю сразу по три бусинки что мне нужно надевать или там по 5 бусинок сколько нужно будет эти бусинки 3 на 5 и так далее я когда нанижу все украшение я покажу вам как я делаю край украшения не нанизала все бусинки у меня осталось две бусинки кругленькие и 4 бусинки гематита и поэтому я в конце в отличие от того украшения сделаю здесь вот здесь по одной бусинке просто чтобы закончить уже все вот так и сделаю здесь по бусинке гематита теперь мне надо сделать крем сюда нанизать крем и еще по одной бусинке гематита это будет край украшения ничего особенного делать не буду вот так да вот так здесь получится немножко отличается от предыдущего теперь буду делать вот этот край который зайдет в колоту эта колота необычная мне нравятся такие колоты может можно сбоку закрывать какую крыльную бусинку но иногда есть конечно надо очень аккуратно с ними работать теперь вот в том видео что я вам рекомендовала девушка говорит что надо обязательно сделать узелок смысле эту кремпу не просто зажать а зажать ее так чтобы она была в узле закрыта то есть надо вот сюда у меня кремпы маленькие и надо вот сюда продеть тросик еще раз вот так сделать вот такой вот такой вот вот так только зажать ее надо хорошо зажать ее и зажать это этот кремп вот так не ее а его кремп этому скоро так и надеваем вот эту колодку но первую часть всегда легче сделать чем вторую это мы знаем первый конец аккуратненько закрываю колоту так чтобы вот весь тросик у меня вышел в отверстие смотрим хорошо закрываем колодку на хорошо держится теперь вот этот конец тросика проходим им поправляем его очень хорошо вот так оно должно выглядеть можно ли ставить какую-то бусинку но я не считаю нужным тут достаточно маленькое отверстие там фильме тоже говорят что можно здесь бусинку ставить не обязательно теперь крем крем так продеваем вот продели зажимаем крем на буквально полмиллиметра от бусинки потому что должна еще укрывная бусинка туда встать хорошо поджимаем эту бусинку к колоте и теперь нажимаем крем и одеваем на него укрытную бусинку вот так аккуратненько с двух сторон аккуратненько поджимаем чтобы не передавить укрытную бусинку вот так у меня есть инструмент который закрывает именно маленькие укрытые бусинки можно и им удостовериться что все закрыто хорошо вот так теперь можно спокойно или обрезать этот тросик или так как у меня длинная бусинка он не будет выскакивать протянуть через длинную бусинку тросик и и самый кончиковый вот что вы так выскакивает обрезать вот так вот сделали теперь чтобы украшение было у нас эластичным надо обязательно накрутить его на руку ой извиняюсь накрутить его на руку но держать все так чтобы все было как положено там внизу и не было лишних зазоров нужно когда когда мы накручиваем открываются зазоры между бусинками и вот так я думаю что зазоров нет проверяю нет зазоров нет тут есть небольшой зазор надо еще укрытую бусинку тут закрыть но тут будет небольшой зазорчик нет можно еще протянуть видите вот это вот именно то та хелесова пята что получается когда так работаешь надо будет еще чуть-чуть подтянуть здесь уже очень тяжело когда петелька в кримпе так вот протянута но мы попытаемся все равно еще спустить крим пониже вот так сейчас посмотрим так хорошо и петельку затянем вот так так уже вот поменьше должно быть но поменьше вот здесь вот должно быть это такое расстояние чтобы укрытую бусинку закрыть и входим и входим в 3 здесь кримп и вот так вытаскиваем тросик теперь уже все можно закрыть когда тут все у нас более или менее установлено зажимаем кремп одеваем на него колоту очень аккуратненько зажимаем колоту хорошо вот так прижимаем бусинку колоти и укры и здесь кримп зажимаем посредине почему посредине что надо еще одеть укрытную бусинку укрытную бусинку укрытную бусинку тут есть где то вот этот полмиллиметра миллиметр свободы бусин который нам надо чтобы были они эластичными все аккуратненько закрываем укрытную бусинку укрытную бусинку с двух сторон с одной и с другой и этим инструментом убеждаемся что она закрыта полностью вот так знаете когда я пыталась этим инструментом сразу закрывать он и перекручивал укрытную бусинку поэтому если она у вас не закрыта хорошо вот он все равно ее умудрился немножко перекрутить если она у вас не хорошо закрыта сначала все таки попытайтесь ее закрыть так потом инструментом просто надо прижать все и здесь мы откусываем тросик видите ну небольшое совсем расстояние тут полмиллиметра получилось для того чтобы бусы были эластичные все теперь уже тоже говорила по моему что я люблю замочек крепить на два колечка чтобы дать ему свободу хода если на одно колечко он будет запираться иногда поэтому я делаю два колечка колечко у меня плотненькие один миллиметр толщиной очень я их люблю последнее время еще одно колечко и на него одеваем карабинчик карабинчик одеваем убеждаемся что колечко хорошо закрыто даже не видно у него вот так это с одной стороны получается вот так у нас выглядит видите она свободно ходит тут теперь с другой стороны на колечко я цепляю цепочку в принципе эта цепочка довольно крупная для этого карабина он в нее входит то есть не обязательно делать дополнительное колечко посредине для удлинения потому что вот я проверяла этот карабинчик во первых надо карабинчик вот он в эту цепочку в принципе входит видите тут не нужно делать иногда я делаю в прошлом украшении вот я сделала вот здесь посредине колечко можно сделать можно не делать но я вам покажу все равно как я это делаю я во первых креплю колечко на край или какой-нибудь красивый элемент в данном случае я делаю колечко чтобы дать возможность удлинить украшение до конца и посредине раскрывает раскрывается эта цепочка у меня раздвижная смеяние раздвижные раскрываю цепочку закрываю назад чтобы она хорошо была закрыта здесь вот так проверяю все и одеваю еще одно колечко соединяю звенья цепочки две части цепочки вот так вот так вот видите у меня из двух ниточек из ниточки гематита и ниточки тоненьких бусин три на пять получилось два украшения вот таких их можно носить вместе просто так их можно соединить и носить такое длинное чтобы играться с ним я люблю когда длинные даже тонкие украшения на шее еще можно одеть какие-нибудь цепь там какую-нибудь и еще что-то и вот так например соединить их между собой соединить их между собой и носить его вот такое как длинное такое украшение можно из-за видите вот так оно тогда будет выглядеть можно даже это вот так в бок одеть будет цепочка сбоку можно из этого украшения сделать браслет я вам уже говорила я люблю браслеты сейчас больше носить летом и можно сделать из этого украшения из двух украшений можно из одного из одного если вы кладете надо когда точно проверять длину. Когда вы делаете из двух, длина уже не так важна при проверке, потому что все равно получится. Можно здесь закрепить, можно закрепить дальше и освободить этот браслет. В принципе, чтобы он был более свободный на руке. Сейчас я плохо схватила карабин. Вот такой браслет может получиться у вас. Видите? Так что из двух ниточек, ниточки гематита и ниточки бусинок 3 на 5, получается такое вот украшение, которое можно носить по вашему желанию. Одну ниточку, две ниточки, браслетик, длинное украшение. Такой своеобразный трансформер получился. А я с вами прощаюсь. До следующих встреч, до новых идей, до новых мастер-классов. Делитесь своим мастерством. Не забудьте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, написать комментарий и поставить лайк, если вам понравился этот ролик. Субтитры сделал DimaTorzok